Владимир Галактионович Короленко 1886 год. Лес шумит. Полесская легенда. Были он поросло. Лес шумел. В этом лесу всегда стоял шум ровный, протянный, как от оголосок дальнего звона спокойный, смутный, как тихая песня без слов, как неясное воспоминание прошедшее. В нем всегда стоял шум, потому что это был старый дремучий мор, которого не касались еще пила и топор. Лесного барышника. Высокие столетние сосны, красными, могучими стволами стояли тмурою ратью, плотно замкнувшись вверху зелеными вершинами. Внизу было тихо пахло смолой сквозь полу сосновых игол, которыми была усыпана почва. Пробились яркие поротники пышно, раскинувшиеся присутливой бахромой и стоявшие недвижимо шелоханок листом в сырых уголках. Пянулись высокими стебельями зеленые травы, белая кашка. Она склонялась от тяжелевшими головками, как будто в тихой истоме. А вверху без конца и перерыва тянуло лесной шум точно, смутные вздохи старого бора. Но теперь эти вздохи становились все глубже и сильнее. Я ехал лесною тропою, и хотя небо мне не было видно, но по тому, как хмурился вид, я почувствовал, что над ним тихо полымался тяжелая туча. Время было не ранее, между стволов, ой и где, пробивался еще косой луч заката нового чаша. Расползались уже мглистые сумерки к вечеру. Забиралась гроза. На сегодня нужно было уже отложить всякую мысль. Об охоте пору было только добраться перед грозой до ночлега. Мой конь постукивал копытом во наш жившиеся корени. Рэпел их, настораживающих, прислушивающих волка, челкающему лесу новому эху. Он сам прибавлял шагу за знакомой лесной горошке залаяла собака. Между поредевшими стволами мелькают мазанные стены. Синяя струйка дыма бьется под новейшую зелью, покосившаяся изоба. За лохматой крышей приютилась. Вот стеной красных стволов она как будто врастает в землю. Между тем, как тройная гордая сосная, высоко покачивая над ней своими головами. А среди них поляны, плотно примкнувшись друг к другу, стоит пучка молодых дубов, где живут обычные спутники моих охотничьих экскурсий. Лестники Захар и Максим. Но теперь, по-видимому, обоих нет дома, так как никто не выходит на лай. Громады обшарки. Только старый дед с лысою головой и с седыми усами сидит на забареньке и вырвит лопать. Усты у деда болтаются чуть не до пояса глаза. Глядя, пускло точно, дед, все, вспоминать что-то и не может. Припомнить. Здравствуйте! Есть кто-нибудь дома? Э-э-э-э! Мага мотает дед головой. Нет ни Захара, ни Максима, да и матеря поперела в лес. За коровой! Куда-то ушло, пожалуй! Медведи задрали! Вот оно как! Нет никого! Но ничего! Я с тобой посижу! Обожду! Обожди, обожди, и кивайки! И пока я подвяз свою лошадь к виду, он сматривается в меня слабыми и мотными глазами. Плохо уж, старый дед! Глаза не видят и руки трясутся! А кто же ты такой? А кто же ты вообще? Спрашивает он, когда я посаживаюсь на заваринки. Этот вопрос я слышу. Каждое свое посещение. Ге-гей! Знаю, Гипец, знаю! Говори, старик, принимай с обвязь за лаву. Вот старая голова! Как? Реши-то! Ни чего не дежит! Тех! 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 Оно умерли, помню, ой, хорошо помню, а новых людей сейчас забыл об ее, зажившись на свете, а давно ли ты, дядя, живешь в этом лесу, э-э-э, заведенька, француз приходил в царскую землю, я уже был, много же ты на своем век увидел, что есть, чего рассказать, дед смотрит на меня с удивлением, а что же мне видит лучше, лес видел, шумит лес, шумит и днем и ночью, зимой шумит и лето, и я как-то дед и вина, Век божил в лесу и не заметил, вот и могила пора, а подумай, но и раз вновь все то и сам, смехнуть не могу, жил я населить или нет, эй, гей, вот как, Может и вновь все не жил, рай темной тучи, выдвинулся из-за густых вершин, от лесной поляны, Веки замыкавших поляну сумасену, закачались под дуновением ветра, и лесной шум пронесся глубоким усилившимся аккордом, Дед подинял голову и прислушался, буря идет, сказал он через минуту, это, вот я знаю, ой, ой, заревет ночью буря, сосны будем ломать, С корнем выворачивать станет, заиграет лесной, хозяин добавил, тише, почему же ты знаешь, нет, это я знаю, хорошо знаю, как дерево говорит, Дерево вовсе, тоже боится, вот осина проклятое дерево, все что-то лопушет, и ветру нет, и она трясется, сосна на бару, в ясный день играет, Звини, а чуть поднимется ветер, она загудит, и застонет, это еще ничего, а ты вот слушай теперь, я хоть глазами подвижу, а ухом ослышу, дуб зашумел, дуба уже трогает на поляне, это море, Действительно, будь же они высоких, горяжистых дубов, стоявших посередине поляны, и защищенных высокой стеною, Двора помахивала крепкими ветерями, и от них нес мне глупой шум, легко отличаемая от буквы звона сосен, Эй, Ген, слышишь ли, хлопче, говорит Ген, с детской лукавой улыбкой, я уже знаю, тронула, Вот так вот дуба, значит, хозяин ночью пойдет, ломать будет, да нет, не сломает, дуб дерево крепкое, не по силу даже хозяину, вот как, какой же хозяин, деду, сам же ты говоришь, буря ломает, Дед закивал головой с лукавым видом, эге, я же это знаю, нынче говорят, такие люди пошли, что уже ничего не верят, вот как, а я же его видел, вот как тебя теперь, А то еще лучше, потому что теперь у меня глаза старые, а тогда были вылитые, ой, 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 как еще видели мои глаза, с молоду, так же ты его видел, деду, скажи-ка, а вот все равно, А ведь теперь сначала сейчас нам застонет амбору, поздивини, а то, а то останет, а то а��, ой, 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 Тихнет, затихнет, а потом опять, потом, опять, да, чаще, да, да, деда, святостенье, Потому что много льет, поварит хозяин ночью, а потом дом заговорит, а к вечеру все больше ночью и вплетет, крутит, бегает по лесу, смеется и плачет, вердится, пляшет, и все на дуба налегает, все хочется вырвать. А я раз осенью не посмотрел вопроса, вот ему это и не по сердцу подбежал к окну, тарак за него с основной корягой, чуть мне все лицо не искречил. Это было пусто, да я не дурак, а скачил. Эх, лучше, вот он какой сердитый, а как он с виду, а с виду он все равно, как старая верба, что стоит на молоке, очень похож, И волосы, как сухая мела, что вырастает на деревьях. Ибо она тоже, а нос, как здоровенный сух, а молок корявая, точно поросла, лишь в тьфу, такой некрасивой. Не должен Бог ни одному крещенному на него походить, ей Богу, я таки другой раз на полоте его видел. Близко, а хочешь приходить зимой, таки сам увидишь его. Зайди туда, на гору, лесом-то гара, поросла, и полезай на самое высокое дерево, наверху, Вот, оттуда иной день, можно его увидать. Идет он белым столбом, поверх лесу, так и вертится сад, с горы, за Нину спускайся, побежит, побежит, А потом в лесу и пропадет, э-э-э, а где пройдет, а вслед белым снегом устает, Не веришь старому человеку, так когда-нибудь сам посмотри. Разбортался старик, казалось оживленные тревожные, Говоры леса и нависшая вода и гроза возбуждали старую кровь. Дет кивал головой, усмехался, моргал высвешими глазами. Но вдруг вдруг какая-то тень пробежала по-высокому, из бороденого морщином ее лобу. Он-то одно меня лоптям и сказал с таинственным видом, А знаешь, кровь, что я тебе скажу? Он, конечно, лесной хозяин. Хозяин, мерзиная тварюха, это правда. Крещеному человеку из нас, увидать такую некрасивую харию, Но только надо о нем правду сказать. Он из вас не делает, пошучит человеком, пошучит, А чтобы лихо делать, этого не бывает. Да как же делать? Ты сам говорил, что он тебя хотел ударить корягой. Не верь, а тупи. Так кто же он расширился? Защит? Я в основном на него смотрю. Вот оно что! А если его дело носа не совать, Так и он, такому человеку, Никакой пакости не сделает. Вот он какой! Не сни, а знаешь, В лесу а для людей страшнее дело поварить. Эй, 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 богу! Дед наклонил голову, И с минуты сидел в молчании. Потом, когда он посмотрел на меня, Его голову не застылавшую и тусклую оболочку Блеснуло, как будто искорка проснувшейся памяти. Вот я тебе расскажу лучше, Лесную нашу бывальщину Было туда, на самом этом месте. Давно помню я, Ровно сон, А как зашумит, Если погромче, То и все вспоминаю. Хочешь Рассказать тебе, а? Хочу, хочу деду Рассказывать! Хочу, расскажу же! Иди, слушай его! Рассказать тебе, Рассказать тебе, Продолжение следует...